Ну что, друзья, всем доброе утро! У нас на календаре вторник, 11 января, мы продолжаем анализировать рынок, используя математическую модель поведения цены. Потихонечку входим в рабочий режим, давайте начнем, как обычно, с индекса S&P 500. Итак, как видим, вчерашний день у нас ознаменовалось сначала падением, затем коррекцией индекса S&P 500. Произошло это, в общем-то, все уже, ну, именно откат под завес, под занавес американской торговой сессии. Так что, в принципе, можно сказать, что если мы на дневной таймфрейм перейдем, то мы увидим такой очень даже неплохой доджи, причем не просто доджи, а который закрепился выше ключевого уровня Fibonacci. Это значит, что сейчас у нас действительно есть очень хорошие шансы пойти в восходящем направлении. Ну, а если взглянуть на эту картинку немножко под другим углом, не то, как мы это рассматривали вчера, а именно ждали коррекции в область средних скользящих и затем спуск. То есть, поскольку мы вчера спустились сразу же, то здесь уже ту размерность, которую мы рассматривали изначально, рассматривать нет смысла. Поэтому мы берем вот эту размерность и видим, что она очень так четко сработала практически, можно сказать, без каких-либо погрешностей. Поэтому в текущих позициях мы рассматриваем пока что исключительно покупки. Цели у нас заданы. Это целевой диапазон 48.40-48.69. Так что здесь, в принципе, у нас цена и не меняется. Далее идем евро-доллар. По евро-доллару по-прежнему мне нечем вас порадовать. Ну, в принципе, вы, наверное, и сами это понимаете. Мы до сих пор торчим в охлете. У нас максимально близко находятся друг к другу средние скользящие. Они переплетаются уже несколько дней подряд. Поэтому каких-то особых тенденций здесь конкретно я не вижу. А высасывать сделки из пальца вообще ни разу не хочется. Поэтому давайте пока мы эту валютную пару оставим в покое, поработаем с другими валютными парами. Тем более, что здесь действительно никаких особых тенденций я лично не вижу. Единственное, что здесь можно действительно использовать, но, опять же, это... Ну, не хочется высасывать из пальца сделки. Но, как бы, здесь есть у нас вложенный день, и можно попытаться отработать движение к нижней границе вложенного дня. Но давайте отметим, наверное, эти границы. Верхняя-то у нас пробита, как видим. Так, верхняя граница оттестирована, а вот нижняя еще пока у нас не была достигнута. Так, нижняя граница, нижняя зона ликвидности, это у нас 1.12.664, 1.12.441. Вот эту идею можно, в принципе, использовать. То есть идея именно нисходящего движения. Но будьте внимательны, мы все-таки стоим в охлете, поэтому вообще далеко не факт, что мы просто возьмем и пойдем сейчас в нисходящем направлении. Если только это не будет какое-нибудь вот такое трехсоставное нисходящее движение. Это что касается евро-доллара. Идем дальше. Фунт-доллар. По фунту также ничего нового. Со вчерашнего дня мы, напомню, ждали коррекцию для того, чтобы нам закупиться. Коррекцию мы ждали на предыдущую размерность, но, как видим, не получили. Коррекция была более мелкая. Тестировали мы линию поддержки и сопротивления, которую когда-то чертили, но это ничего не значит ровным счетом. Поэтому сейчас у нас здесь продолжается восходящая тенденция. Но здесь есть очень одна интересная деталь. Во-первых, если мы посмотрим на H4, то увидим, что мы находимся в рамках нисходящего глобального тренда. И сейчас у нас не что иное, как коррекция. Более того, если мы прочертим линию сопротивления, то увидим, что коррекция у нас подходит практически к границе этого самого плетного диапазона. Поэтому что? Правильно. Поэтому у нас здесь есть очень хорошая возможность выгодно продать. Выгодно продать фунт по отношению к американскому доллару. Сейчас я удаляю все лишнее. Так, как мы будем это продавать? Очень просто. Мы рассмотрим вот эту тенденцию, которая у нас сейчас развивается в восходящем направлении, на предмет слабости конструкции. То есть, найдем в ней усеченку. Усеченка здесь, несомненно, есть. Вот она. Раз, два, три. Но вот в этой третьей волне, соответственно, здесь уже есть своя усеченка. И ее мы также можем использовать. Более того, давайте сначала построим вот такой трендовый канал. Это и будет трендовый канал, который защищает нашу конструкцию. Нашу усеченную конструкцию. Соответственно, теперь для того, чтобы нам продать, нам нужно дождаться очень простого действия. Нам нужно дождаться, когда волна А пробьет наклоны трендовый канал. Затем будет коррекция волна В. И на повышение волнового уровня по паттерну 1, 2, 3 мы с вами зайдем в сделку со стоплостом за уровнем 1,36-136. И первый тейк-профит мы с вами заберем на ближайшем, таком более-менее серьезном пивоте. Это 1,34-305. Ну а более дальний тейк-профит заберем уже на локальном минимуме. Таким образом, у нас потенциал примерно 360 пунктов при стоплосте, ну, где-то 80 пунктов. По большому счету, сделка среднесрочная, очень даже хорошая. Это что касается фунта. Здесь больше никаких идей я не вижу. Идем дальше. Доллар-иена. По доллар-иене мы вчера спустились немножко ниже, чем планировали изначально, но пока еще тенденция у нас вполне себе остается живая. То есть мы рассчитываем на продолжение подходящего движения из диапазона средних значений. Здесь, как бы, пока ничего не меняется. Более дальний уровень поддержки 114.966. Цель остается прежней. Это 117.060. 117.476. Что касается тенденции нисходящего движения, давайте посмотрим. Возьмем наиболее серьезное движение. 114.568. 114.702. Наш целевой диапазон по снижению. Но с учетом претенденции, которую сейчас демонстрирует цена, достичь этого диапазона, мы сможем, скорее всего, только после того, как сделаем коррекцию к зеркальному уровню 115.558. Поэтому давайте так. Если мы достигаем уровня 115.558, тогда сделки, которые у нас открыты в лонг, мы переводим в безубыток. Потому что не факт, что мы эту границу пройдем. А терять деньги просто так на пустом месте вообще ни разу не хочется. Поэтому переводим в безубыток. А там, как бы, если пробиваем, то значит мы закрепляемся выше трендовой наклонной линии сопротивления и идем дальше. Ну а если не закрепляемся, то, соответственно, идем в нисходящем направлении. Это те сценарии, которые мы будем использовать в работе. Идем дальше. Доллар-канадец. По доллар-канадцу вчера было неплохое коррекционное движение, но немножко мы не достали до диапазона средних значений. Кстати, вчера вышло видео о том, зачем вообще человеку, зачем вообще трейдеру нужен торговый план, на котором я как раз разбирал валютную пару доллар-канадец. И можете ознакомиться. Немножко мы не дошли до нашей цели. Мы рассматривали, что поднимемся в диапазон 1.26.978.1.27.417. И отсюда у нас будет продажа. То есть, примерно, по такому трехсуставному движению поднимемся. И отсюда у нас будет хорошая точка входа. Но в итоге, чуть-чуть буквально мы до этого диапазона не дошли, с какой-то минимальной погрешностью. Поэтому, ну, вот так, к сожалению, тоже бывает. Ничего страшного. Что сейчас по доллар-канадцу? Сейчас мы фактически пробили наклонную трендовую линию. Сейчас у нас идет коррекция. Это не что иное, как волна В. И если мы не преодолеем границу волнового уровня, это котировка 1.26.205. Давайте его как-нибудь отметим. Как-нибудь необычно. давайте отметим вот так. Если мы этот уровень не преодолеем, тогда, соответственно, это у нас будет полноценная волна В. И затем мы уже можем рассчитывать на неплохую волну С. А, соответственно, при повышении волнового уровня мы с вами будем покупать. Причем в рамках той усеченной конструкции, которую мы имеем на текущий момент, у нас цели будут достаточно неплохие. Минимальная цель будет 113 пунктов. А более дальняя цель 260 пунктов. Так что такой сценарий имеет место быть в данном случае. Идем дальше. Доллар-франк. По доллар-франку мы вчера ждали коррекции для того, чтобы закупиться, но цена улетела раньше. Ничего страшного, такое тоже бывает. Не нужно на этом зацикливаться. Тем не менее, мы выполнили еще одно составное движение. Как видим, четко пока что цена там демонстрирует то, что она хочет то, что она собирается делать в ближайшее время, ну и все в общем-то выисполняет. Дальше. Сейчас у нас тренд сменился на восходящий, поэтому самое время выгодно покупать. Для того, чтобы нам выгодно купить, нужно дождаться коррекции. дожидаемся коррекции к одному из ключевых уровней. Уровень минимальной коррекции 0.92.361, уровень глубокой коррекции 0.92.156. Так, и соответственно размерность нас приводит в уровень 0.92.258. Я бы на вашем месте, да и на своем месте, в общем-то, взял бы на вооружение примерно вот эту котировку 0.92.310, потому что здесь есть неотработанный зеркальный уровень, и снижение к данной котировке действительно может цену немножко развернуть и отправить дальше в восходящем направлении. Цели по походу вверх 0.93.0.28, 0.93.179, здесь пока ничего не меняется. Далее идем до австралиец, американский доллар. Так, не совсем помню, какой сценарий мы рассматривали вчера, но скорее всего это был сценарий какого-то флетового движения, либо продолжения нисходящего движения, но честно, вот не помню, что мы вчера рассматривали. Так, что сейчас мы видим? Скользяшки пересеклись, тренд у нас теперь нисходящий, причем два раза мы уже отбивались от диапазона средних значений, и с учетом того, что мы на второй раз не пробили локальный минимум, но, собственно говоря, мы сейчас можем усвистать наверх, поэтому делать мы будем с вами следующее. У нас есть хороший такой показательный момент, это пивот вчерашнего дня 0.72-0.19, тем более, ну, очень близко к круглому уровню, такая неплохая циферка. Поэтому, при закреплении часовой свечи выше этого уровня мы с вами будем открывать покупки. Открывать покупки, несмотря на то, что здесь вроде как у нас наклонный трендовый канал. если следующая свеча уйдет вниз, ниже уровня 0.71-957, в этом случае мы с вами покупки закроем. Вот такой у нас будет торговый план. То есть, у нас есть два ключевых уровня 0.72-0.72-0.71-957. Соответственно, ну, фактически получается очень даже небольшой стоп-лосс, порядка 13 пунктов, но вот такой торговый план мы сегодня будем использовать для того, чтобы отработать движение в восходящем направлении. Ну, а собственно, если будет движение в нисходящем направлении, то здесь все будет очень просто. мы чертим наклонный трендовый канал. Вот он, наклонный трендовый канал. И когда у нас цена пробьет волной А наклонный трендовый канал, затем мы получим коррекцию волнов B на повышение волнового уровня. Мы просто продаем. Здесь у нас будут очень хорошие цели дальнейшие. Давайте даже их с вами построим, эти цели, посмотрим, куда же они нас приводят. 0.70-1197. 0.90-070-399. Весьма солидные далекие цели. Поэтому вот такой сценарий у нас будет по австралийцу. Далее, новозеландец. По новозеландцу у нас продолжается флэт, здесь ничего не меняется. Вчера чуть-чуть мы пробили локальный максимум было вчерашнего дня, точнее пятницы, правильно сказать. Поэтому дополнительные зоны ликвидности не получилось. Используем те зоны ликвидности, которые отмечали вчера. Напоминаю, верхняя зона 0.67-982-0.68-201, нижняя зона 0.67-176-0.66-959. Такой сценарий по новозеландцу. Идем дальше. Золото. По золоту, как мы прогнозировали, получили трехсоставное движение, но, как видим, сейчас уже закрепляемся выше ключевого уровня 1807. Соответственно, если у вас открыты здесь продажи, то, наверное, сейчас их все-таки лучше закрыть, потому что тенденция, сами видите, располагает к дальнейшему росту и нежелательно тянуть какие-то дополнительные минусы и дополнительные просадки. Единственное, если вы все-таки верите в идею продажи золота, то можно попробовать поддержать эту сделку до котировки 1812-27, потому что здесь есть неплохой уровень локального дисбаланса, неплохая проторговка, поэтому, если уж этот уровень развернет цену, то тогда мы пойдем вниз, а если не развернет, то нам, в принципе, дорога наверх согласно глобальному тренду. Что делать сейчас? Сейчас мы будем делать следующее. Прямо сейчас мы не можем с вами по сути ни продать, ни купить, потому что не для этого достаточно оснований. Если цена скорректируется в нисходящем направлении до котировки 1802-31, вот отсюда мы можем продать. давайте давайте эту котировку отметим. Вот такая у нас была коррекционная волна. Она примерно приходит к котировке 1802-79, плюс-минус. Вот от этой границы мы уже можем продать, купить. этой котировки моду с вами можем купить. И цель у нас здесь будет на обновление локального максимума. Это 1831-71. Так, идем дальше. Серебро. Покупка наша вчера прекрасно отработала. Напоминаю, что мы вчера покупали примерно где-то вот с этих границ 22-281. Точно котировку не вспомню. На текущий момент профит уже 32 пункта по серебру. Это очень даже неплохо. Можно перевести сделку без убыток и других, наверное, каких-то сделок здесь мы пока смотреть не будем. Нет необходимости. Мы весьма неплохо зашли на разворотном паттерне от ключевого уровня. Поэтому сейчас мы здесь просто занимаем выжидательную позицию. Что касается ближайших целей. Вот эта шпилька, конечно, меня очень смущает. Это, получается, у нас пятничная шпилька, но он фармовская. И она нас приводит в диапазон 23-224-23-340. В этом месте я уже буду фиксировать большинство, большую часть позиции и остальное посмотрю. Либо оставлю, либо зафиксирую всю позицию целиком. В любом случае я рассчитываю на достижение именно этого диапазона. Помимо всего прочего у нас могут быть более ранние остановки, потому что есть размерности, которые встречаются на пути и они приводят нас в котировку 22-737 и, соответственно, здесь у нас возможно будет ждать небольшая коррекция, затем продолжение движения. То есть, примерно вот по такому сценарию. Движение, коррекция, движение. Такой у нас план по серебру. Так, идем дальше. Нефть марки Брэд. Нефть мы вчера ждали в нисходящем направлении, чтобы нам выгодно купить, но, как видим, чуть-чуть опять не хватило. Прямо как какой валютной паре? По канадцу полно, да? Да. Как по канадцам. А, ну все понятно, кто виноват в канадце. Нефть надо благодарить. 80-40 наш ключевой уровень по-прежнему он остается пока что актуальным, пока мы не пробили пивот вчерашнего дня 82-26. Поэтому при снижении цены к этому уровню отсюда мы покупаем. Цели у нас по восходящему движению остаются прежними. Это 84-84. По нефти здесь пока больше нечего. Так, идем дальше. Доллар-рубль. Доллар-рубль вчерашний день пока что ГЭП не закрыл. Ну, не переживайте. Обязательно он пойдет на закрытие этого ГЭПа. Что касается дальнейших сделок. Если вы сейчас по этой паре находитесь не вне рынка, рекомендую покупать от котировки 74-384. То есть, еще дождаться небольшого снижения, отсюда уже капитально затариваться. Цель 77-43 это ближайшая и более дальняя цель это 78-42. Вот такой план по доллар-рублю. И биткоин. Биткоин вчера выполнил ложный пробой. Как видим, очень неплохо у нас отскочил он буквально за один расчетный период, за один таймфрейм. И это означает, что здесь есть действительно большой интерес. Уровни очень хорошие, круглые, серьезные. Тем более, что мы зашли даже в диапазон 39 тысяч с небольшим. Поэтому можно сказать, что это был действительно ложный пробой и сбор ликвидности. Поэтому сейчас мы рассматриваем восходящее движение. Вчера после того, как у меня сделка закрылась по безубытку, я открыл еще одну, чуть-чуть повыше. Не такие, конечно, удачные позиции, как были раньше, но тем не менее. Цель по восходящему движению у нас остается прежней 44,980, 45,372. Это наш ближайший целевой диапазон. Вот такие идеи у нас по биткоин. На текущий момент у меня все. Надеюсь, видео было вам полезным. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Всего доброго. Пока.